Продолжение следует... — И вы их там успешно, в принципе, решали. Потом вас переводили еще куда-то. Вот тут ваше личное желание стать омбудсменом. Откуда? — Ну, тут несколько причин. Ну, наверное, многие не знают, что в 2000-е годы, когда по так называемой идее идиллия Байсалова, вот эта мысль у нас начала широко общаться в кыргызском обществе, права человека. И я помню, когда он опубликовал статью и сам выступал, давал интервью, в газетах это было, ссылался на древние времена, на нынешнюю Европу, на права человека. И тогда это нашло отклик из сердца депутатов. И депутаты во главе с Турсумбай Бакирулу, они ухватились, подготовили закон, передали в парламент и президенту. Президент, естественно, это в отдельные юридические инстанции, правоохранительные органы, на согласование. И вот тогда была создана так называемая рабочая экспертная группа, такая обычная, и мы там готовили свои предложения, обобщали, что нужно, чем дополнить, что убрать. И в результате чего, честно говоря, депутату Турсумбай Бакирулу удалось подготовить очень серьезный закон об омбусмене от Чыргызской республики, который в 2002 году и был, и принят спустя некоторое время, и он стал первым омбусменом. Это первое, то есть я где-то чуть-чуть имел маленькое отношение к этому. Ну хорошо, маленькое отношение вы имели, но... Но второе, самое главное, все-таки вот когда я пришел в Ассамблею народов Кыргызстана, ко мне столько пошло документов, жалобы, что там землю для жилищного строительства не выделяют, что с паспортами проблема, с кредитами и так далее. То есть все касалось прав человека, и особенно за дело то, что вот наши этнические кыргызы, которые с соседних государств стран приехали, многие из них не могут получить паспорт. Нет паспорта, они могут получить паспорт, потому что нет прописки. А нет паспорта, значит нет прописки, значит пенсии, пособии. Хорошо, вы ведь самый главный упрек сейчас к вам, и вот это море негатива, которое обрушилось в ваш адрес, связано с тем, что вы были генералом спецслужб, так скажем. Вы сами лично для себя как бы считаете, что вы имеете моральное право занимать эту должность омбудсмена? Конечно, имею право, потому что КГБ, ГКНБ, это неприступная организация запрещенная в мире, и даже в Кыргызстане, это наоборот, она наиболее авторитетная во всем мире организация. КГБ, СССР, она вообще была в мире авторитетной номер один, ей восхищались и китайцы, и американцы. Да, кто-то восхищался, а кто-то как бы не очень. Все равно предавали, даже, давайте вспомним Андрея Дмитриевича Сахарова, великого человека, гуманиста, правозащитника, ему не чета нынешние все. Помните, про КГБ отозвался, это единственный советский институт, который был наиболее эффективным, честным и порядочным. Это вот, и о сотрудниках высокой оценки сказал. Но у международной правозащитной организации, у них несколько другое отношение к институту КГБ, СССР. Для меня авторитет Сахарова очень много. Вы не опасаетесь, что международные организации не будут сотрудничать с вами? Вы знаете, я не опасаюсь, потому что это мировая практика. Возьмем СНГ, Россию, на которую мы часто заглядываемся. Омбусменом кто является? Генерал полиции, госпожа Москалькова. Она буквально недавно возглавляла один из крупнейших департаментов МВД России. Возьмем Казахстан. В России все хорошо с правами человека? Считаю, что ни нам обсуждать, ни мне, я не имею права, пока претензий нет. Казахстан возьмите тоже. Вот, кстати, по поводу Казахстана. Кыргызстан несколько месяцев назад выдал Казахстану, экстрадировал по решению суда известного оппозиционера Мурата Тунгишбаева. Наша страна отдала соседям этого человека, который искал у нас убежище, так скажем. Как вот ваши отношения, сейчас уже будучи омбусменом, как вы оцениваете этот шаг к нашей стране? Вы знаете, я не готов на это ответить, потому что я не знаком с материалами. Даже если я сейчас что-то скажу, а завтра органы безопасности или Министерство иностранных дел мне даст документ, мне придется просить у вас время, чтобы извиниться за сказанное сейчас по этому вопросу свое мнение. И в продолжение. ООН возьмите по правам человека комитет. По правам человека ООН комитета. Посмотрите положение, как избираются 15 судей туда. Через запятую. В соответствии с национальными законодательствами государств, точно так же, как они избирают судей. Мы же в суде не избираем дорожника, механика. Правильно? Мы в комитет ООН. А почему мы не возвращаем? Там спецпрокуроры. Там судьи. Там представители правоохранительных органов. Вон сидят 15 судей, бывшие, которые сажали, выносили решения. И по ним мы не возмущаемся, а Кыргызстан. Кыргызстан, кстати, самый последний назначил. И в мире самый последний, который назначил силовика. В мире Кыргызстан последним назначил. Вы представляете? Вот надо просто знать информацию, владеть ее. Я думаю, тогда люди, если знали бы эту информацию, об этом же не говорят нигде. Соседи возьмите. Таджикистан, Узбекистан близки нам и по менталитету, по духу, языку, обычаям, традициям. Там тоже. В Таджикистане. Бывший прокурорский судейский работник, председатель Конституционного суда, сейчас он бы смотришь. Ну хорошо, вернемся к Тунгишбаеву. Вы намерены заняться его вопросом? Вы знаете, я вот, этот вопрос еще поднимался, и меня даже обвинили, что я якобы поддержал выдачу. Но перепутали с тем, когда я сказал, почему мы не как Россия поступаем. Журналиста, который их интересы Россия отстаивал, где-то посадили, они добиваются его соблюдения, его прав и освобождения. Почему Кыргызстан мы так не делаем? И почему-то эту мою фразу приписали, Россию зачеркнули, написали Казахстан. Журналиста украинского сделали казахским, фамилию эту написали, и мне приписали. Ну потом я принесли извинения, я принял, и я больше не хочу об этом говорить, но я почитаю, ознакомлюсь. Я обязательно дам по этому вопросу свои комментарии, обязательно. Ну не могу не задать еще один вопрос, связанный со спецслужбами, уж извините. Вы говорите, что сказали, что будучи председателем Ассамблеи народа, вы сталкивались, столкнулись с ворохом нарушений прав человека. А будучи генералом спецслужб, вы сталкивались с нарушениями прав человека? Ну давайте скажем так, что откровенно говоря, органы безопасности, их работа, она носит специфичный характер. Она не занимается теми вопросами выделения земельных участков, выдача кредитов и возврат кредитов. Она не занимается социальными образовательными процессами, и поэтому близкого так не приходилось. Приходилось сталкиваться в том, что адвокаты поднимали вопрос, что следователи органов национальной безопасности не ушли при обвинительном приговоре или при предъявлении обвинения. Статью такую-то говорит о том-то. Но в то время, когда я работал, вы знаете, адвокаты добивались, и следователь тоже или аргументировал доводы адвоката, или принимал и вносил. И тогда была совсем другая практика направления уголовных дел в суды. Тогда выносилось постановление специальное о направлении прокурору. Прокурор рассматривал, потом он направлял в суд. То есть это такое. А сейчас уже мы потеряли вот этот уровень. Вы говорите, потеряли этот уровень. А вот то, что сейчас происходит вокруг так называемых обвиняемых в коррупции крупных чиновников, Саппар, Исаков, Коначбек, Куматов, Албек, Абраимов, сейчас их права не нарушаются? Ну, я не знаю. Я, кстати, вот планирую где-то, наверное, на следующей или на будущей неделе сначала изучить материалы и запросить. Ну, вот, к примеру, Куматову не пускают жену на встречу. Ну, я не знаю же, почему не пускают. А вы будете этим заниматься, вопросом? Ну, если ко мне обратятся, я обязательно должен этим заняться. Я обязательно обратятся, придут, скажут вот так, я выслушаю, придет, я не знаю, адвокат, наверное, ко мне. Или я приглашу адвоката и скажу, объясните мне суть. Он объяснит, все, я возьму этого адвоката и мы с ним постараемся решить этот вопрос. Но надо поднять этот вопрос. Если есть нарушение, то надо исправлять это нарушение, наказывать тех, кто допустил это нарушение. А если нет нарушения, то, извините, пожалуйста, наверное, адвокат и я поймем, поймем доводы следователя или прокурора, который, ну, принял такое решение, там, отказать в свидании. Ну, я не знаю, надо просто, надо изучить эти материалы. Я только пришел, я еще не видел ни материалов. Я знаю только из средств массовой информации. Вот в течение нашего разговора дважды уже упомянули по поводу земельных вопросов. Это, как бы, да, понятно, там права человека нарушаются. А где еще в Кыргызстане, по вашему мнению, нарушаются права? И насколько у нас серьезная ситуация, проблемная ситуация с этим? Вы знаете, вот я почему земельный вопрос затронул. Вспомните, в парламенте поднимали именно этот вопрос. На Южный регион назвали, в Ожской области, в Диалабадской, там, села назвали конкретно, что там вот именно в земельном вопросе нарушаются права. Я думаю, вы знаете, вот... Мне просто хочется узнать, насколько широко вы видите проблему и поле своей работы, поле своей деятельности. Самое главное, это нарушение прав человека. Вы знаете, это было озвучено и депутатами, и общественностями. Мы знаем факты, когда надругательство, изнасилование, там, педофилия была. То есть, это права детей. Второе, это права женщин. Третье, это права мигрантов наших, которые, ну, правильно назвать их, правильно это юридически, это иммигрантов наших, которые находятся за пределами страны. Там их права нарушаются, права их детей. Ведь нарушаются как? Он не получает, не имеет контракта, не может получить полис медицинский, страховку. Нет страховки, нет контракта, детей он в школу не может отдать. То есть, там очень-очень много этих вопросов. Потом, права тех наших мигрантов, которые в силу тех или иных обстоятельств находятся в местах лишения свободы. Вы знаете, сегодня почти 1782 человек, из них тысяч четыре столько в России, в Китае, в Казахстане, в Узбекистане. Надо их не тоже вопросы смотреть, надо у нас здесь внутри посмотреть. Вы так вскользь упомянули права женщин, достаточно вскользь. А ведь они у нас нарушаются, может быть, даже больше, чем у чьи-то другие. Вы знаете, это не вскользь, я просто скажу. Ситуация-то у нас просто катастрофическая с этим. Конечно, безусловно, вот смерть той Бурулай, это тоже вопиющий факт. Но я скажу так, что я запланировал, и, наверное, сам на следующей неделе, постараюсь посетить офис госпожи Назгуль Турдубаевой, которая уже много лет занимается правами детьми. Я буду обязательно добьюсь встречи и посещу офис госпожи Бибисарая Дея Рыскуловой, которая вот занимается, кризисный центр, с права женщин сидим. Надо и там побывать. Это люди, на которых я надеюсь, которые мне помогут, подскажут решить мной эти вопросы, о которых вы сейчас затронули. Есть и другие молодые люди. Уже я принял несколько человек, которые очень прекрасно осветили вопросы прав человека в республике, молодежи, пенсионеров, даже сотрудников госслужащих, которые в силу тех или иных обстоятельств попали под сокращение, или их там перевели с одной должности на другую, ну, под лозунгом реформ. То есть сейчас очень много интересных поступило предложение. Я вот сейчас этим и занимаюсь. Вот смотрите, Исхак Масалеев, депутат, предложил дать омбудсману право просить о помиловании тех или иных заключенных. Ранее заключенный должен был, ну, как бы сейчас, по текущей практике, заключенный должен это делать сам, самостоятельно, лично. Как вы относитесь к этой инициативе, и насколько правомочен омбудсман будет делать это? Вы знаете, что такое помилование? Ведь сам акт помилования, он очень интересный с юридической точки зрения. Человек, который просит о помиловании, он признает свою вину. То решение, в отношении которого судом вынесено, он соглашается с ней, понимаешь? Он признает свою ошибку, признает, что он совершил преступление. И он, в своей дальнейшей местах лишения свободы пребывая, он показывает своим трудом, своим поведением, что он встал на путь исправления. И это виднее. И вот после этого есть определенный порядок, и он подает помилование. И вот сейчас, вот представьте, он где-то сидит, какое-то лицо. Вот, я, он ко мне обращается. Но даже обращается, и я должен от его имени обращаться к президенту. Ведь акт помилования это президент принимает, там парламент это президент принимает, да. И вот тогда я вот, я вот сейчас не вижу себя омбудсмана вообще. Ну, честно говоря, юридически надо посмотреть, изучить международный опыт, посмотреть, если где-то есть, может быть так нужно. То есть механизм надо должен быть отработан, понимаешь? И при этом те положения, которые заложены при акте помилования, надо тоже их посмотреть. Не надо все выкидывать сразу, понимаете? И, а во-вторых, тот человек, которого я хочу ходатайствовать, помиловать, ну, вот сейчас мне передали сейчас заявление одного из депутатов в отношении того, который находится в местах лишения, что он не будет просить. Если он не будет просить, не хочет, чтобы его помиловали, омбудсмен, как я буду просить? Не против его воли? Да, согласен. Вы знаете, у нас, ну, вот по моему личному мнению, да и по мнению очень многих людей, с которыми я встречался и смотрю то, что пишут в соцсетях, сам институт омбудсмана, ну, так уж сложилось, возможно, в силу того, что случайные люди возглавляли его, руководили им, что авторитет этого института крайне низок, ведь это, как бы, не та инстанция, куда человек может прийти и быть уверенным, что ему там помогут. Вы способны поднять этот авторитет на такой высокий уровень? И в течение какого срока вы сможете это сделать? Ну, сказать, что я вот там в течение полгода, там трех месяцев все разрушу, все построю. Вам хочется, чтобы все сразу было? Ну, все сразу никогда, к сожалению, не получается, нужно быть реалистом, но есть очень много причин, которые вот способствовали или послужили тому, что институт омбудсмана где-то находится в той стадии. И даже та критика и та атмосфера, которая в парламенте царила при обсуждении кандидатур, это свидетельствует о том, что не потому, что парламент плохой или кандидаты плохие, а потому, что есть проблема института омбудсмана. И она в каком-то, я не скажу, глубоком кризисе, но где-то она, видимо, пробуксовывает и очень сильно пробуксовывает. И вот эта атмосфера свидетельствует об этом, накал атмосферы в парламенте. И вот нужно вот сейчас найти причины и эти причины устранять. А причины я знаю, там и административные, и юридические, и организационные, и технические, и социальные, и экономические, и финансовые. Там очень целый букет причин. И их уже я начал сейчас изучать. Вот даже ваше назначение, оно уже в глазах других правозащитников, опять же, то, что я читаю в соцсетях, то, что пишут другие правозащитники. Ваше назначение, оно, уж извините за откровенность, еще больше опустило авторитет этого института вниз. Вы, такой вопрос, вы сможете найти общий язык с вашими новыми коллегами-правозащитниками крупными? Потому что, ну, в любом случае, залог успеха работы института Омбудсмана связан с тесным и крепким сотрудничеством с другими правозащитниками. Это, это, это необходимо делать. И они должны исходить из того, там, нравится он мне или не нравится. Это они могут так подходить, а я не позволю себе это никогда. И я никогда себя в процессе работы, вы знаете, я приходил один, я работал один. И то же, и я сотрудничал со всеми. И для меня не важно крупного телосложнения, худой, высокий, узкий. И для меня важно, что человек очень грамотный, порядочный, честный, предсказуемый и умеет думать, а не просто говорить. Для меня это очень важно. Спасибо вам большое за беседу. Ну, я надеюсь, что у вас все получится, как ранее получалось на ваших других должностях. Спасибо. Потому что вы действительно профессионал, и мы это хорошо знаем. Будущие аппараты Омбудсмана и все противоречивые вопросы мы сегодня обсуждали с новым. А Кайкачи Токоном Мамытовым продолжим через минуту. Спасибо.